Тема коронавируса по-прежнему не уходит с повестки дня для россиян. И Тверская область не исключение. Люди уже устали от режима самоизоляции, тем более в преддверии лета. И потому все актуальнее встает главный вопрос. Когда закончатся пандемии и будут сняты все ограничения? О том, когда наш регион сможет выйти на плато, в нашем следующем материале. Заболеваемость в мае в нашем регионе имеет волнообразный характер. Число заболевших за сутки в течение этого периода колеблется в основном в пределах от 10 до 50 человек. Однако пока без стойкой тенденции к снижению. В Роспотребнадзоре сообщают, что это связано с рядом факторов. В первую очередь это прошедшие праздники и эмиграция. Ведь часть наших граждан, проживающих в Тверской области, работает в Москве и Московской области. Основная масса заболевших это те муниципальные образования, которые примыкают к московской агломерации. Основная масса заболевших у нас это те муниципальные образования, которые также примыкают к этой московской агломерации. Это у нас город Кимр, Кимрский район, Конаковский, Тверь, немного Лихославский район. Вот те, которые приближены и много работают в этой сфере. Однако существуют уже и местные случаи распространения вируса. В основном они связаны с несублюдением гражданами ограничительных мер. В региональном Роспотребнадзоре напоминают об обязательном соблюдении правил личной гигиены. Это ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции, частое мытье рук. И тогда, возможно, уже в конце июня с некоторыми ограничениями остальные места, которые сейчас не работают, смогут возобновить свою деятельность. Дальнейшие наши ограничения, вот та, вот пока линия ровная идет, она не дает снижения, она вот с помощью нас всех вместе позволит снизить эту линию, повести ее вниз. И в дальнейшем использовать, расширить наши все объекты, в том числе и общественного питания, наверное, которые стоят и ждут своей череды работы. Какие-то спортивные мероприятия, которые также ждут. И другие виды деятельности, которые также ждут, чтобы открыться и работать. Поэтому важно в сложившейся эпидемиологической ситуации соблюдать рекомендации врачей не расслабляться с наступлением хорошей погоды. Режим самоизоляции по-прежнему в силе, а если вы вынуждены покидать свое жилище, то соблюдайте все рекомендованные меры предосторожности, особенно социальную дистанцию и личную гигиену. И тогда вы сможете уберечь себя и своих близких от грозного заболевания, а также помочь в общей борьбе с коронавирусом.